Сегодня настроение кого-то обосрать, так что готовьтесь. Я сегодня кстати себе купила свою любимую тушь от Maybelline, зашла в магазин, тут есть в Будапеште всякие там косметики, естественно шла в зал, очнулась потом, вышла из магазина, а у меня куча всего куплено. Это вы понимаете про меня, я не могу вот пройти мимо и не поводить жалом, не проверить, не появилось ли что-то, что может меня очень сильно удивить и конечно же ограбить мой кошелек. Дорогие, вы не понимаете, что прошло парфюмерной концентрации, текстовый аудио-видео формат, пожалуйста, обращайтесь. Слушайте, я вообще не читаю новости, вы наверное знаете, я не смотрю телевизор, не читаю новости, но я вчера наткнулась на, я не могу это не обсудить, инфоповод про Алсу, да, то что Настя Решетова вела у нее вроде как мужа, я не знаю правда это или нет, но честно сказать, ввиду последних событий, то есть я лишний раз убедилась, что Настя Решетова не очень далекая, вот она мне никогда, честно, не нравилась, я ее не осуждаю, господи, ну просто понимаете, когда вот ставят в пример таких вот женщин, она там, блядь, реализованная, рассуждает она, блядь, умна, ну я не знаю, ну как бы, ну что, мужчин мало, ну по большому счету, ну их мало, ну может быть там невероятная любовь, я не знаю. Кстати, знаете, задумывалась о том, что вот эти женщины, там Вика Лупырева, да, она красивая, она интересная, она красивая, она очень женственная, она высокая, все дела сделаны очень грамотно, да, красивая очень женщина, но по большому счету, если мы посмотрим старые фотографии этих женщин, да, которые все перекроены, они все довольно-таки обычные, из каких-то провинциальных городов, не из каких-то богатых семей, и вот я сегодня рассуждала, почему женщины, которые, допустим, по природе очень красивые, очень одаренные, талантливые, вот здесь как раз-таки случается вот эта пробуксовка, что она какой-то себя не такой считает, что она не из той семьи вышла, и, соответственно, вот это вот не разрешает себе, как будто бы получить лучше от этой жизни. Почему у девчонок, которые приезжают из вот этой вот халупы, из этой дыры, у них априори ощущение, что я достойна самого лучшего, лучшего мужчины, лучшей зарплаты, лучшего дома, до всего лучшего, и я понимаю, что здесь дело не в том, где ты родился, а вот в этом ощущении, что я достоин, я такой, какой я есть. Вот на самом деле самое большое богатство, это разрешение себе быть самим собой, а это очень страшно, потому что ты можешь быть очень капризным, очень вредным, тебе нужно, допустим, очень большое количество свободного времени на себя, личное пространство, и ты такой сидишь, ну, 80-90% людей как себя думают, блин, а кто у меня вот такого отшельника будет принимать, если я вообще не создан для семьи, мне надо постоянное уединение, и это то, пятое, десятое, дай-ка я поиграю роль, что я не такой. Потом у нас копится раздражение, у нас депрессия, у нас апатия, почему? Потому что вы живете не себя. Вот я в последнее время поняла, что мне нужны какие-то вот такие дни, когда я вообще одна. Чтобы я ходила 6 часов в магазин, меня никто не трогал, ну, вообще, до свидания, никого не знаю, никого не вижу, все. Хожу, тупо трачу деньги, тупо изучаю, что стоит на прилавках, может быть, даже ничего не покупаю, да, но я хочу этим заниматься, понимаете? Я ненавижу готовить, я вот понимаю, что, господи, что я буду делать, у меня будут дети, что? Я ненавижу кухню, просто ненавижу, у меня блэкаут случается на кухне, я ни хера не вижу, ни хера не слышу, просто побыстрее бы это все приготовить. Я люблю завтраки, то есть я люблю сервировать их, люблю куда-то выходить, но обед и ужин я ненавижу плиту, просто ненавижу, даже вот если есть посудомойка. Я сегодня сготовила какой-то нищенский обед, рис этот не шлифованный, яйца и какой-то там соус низкокалорийный, и все это съела, ну, сыр еще, ладно, порезала себе, и накормила своего мужчину вот этим. Ну, как бы сорян, но вот все, что вот приготовила, например, мне нужно было такое, тупливо посвязала, я потренила, выпила протеин, но мне уже стало плохо, и я думаю, господи, что я буду делать? А еще из-за того, что я раздражаюсь, у меня же вот это все летит в разные стороны, вот это говнище, это вода, вода с говнищем, все вместе, вот это вот все капает, меня раздражает, и что это я должна делать? А убираться я очень люблю, шкаф, пожалуйста, переберу, помою хоть каждый день, туалет, все, что хотите, вот, чтобы напидорить квартиру, просто, это займу душу. Ну, готовить, боже, я как слышу, приготовить, мне плохо становится, и что вот делать? Я вот стояла сегодня и думала, блин, а что мне делать? Вот что мне, ну, кто меня будет терпеть, вот такую, я не готовлю обед, я ненавижу эти борщи, вот если мне кто-то скажет, иди приготовь борщ, от меня будет один след, просто один след, вот где была, там пропала, все, я один раз в своей жизни готовила борщ. Вот с бабушкой было прикольно, ты готовишь, с бабушкой ты пробил эту капусту, потом, ну, взял, ушел во двор бегать свои казаки-разбойники, и никакого у тебя дела нет, что там, мыть, убирать, борить. Ну, ты же, по-моему, лук порезал, порезать я люблю, все, потом, чтобы мои глаза этого всего не видели, понимаете, ну, я же приложила руки, правильно, к этому, а потом я не понимаю, что со мной случилось. Вот что? Вот один раз меня, помню, попросили приготовить борщ, пиздец, я вот сейчас вспоминаю, думаю, я еще не поняла, что у меня так испортило настроение, ну, ну, все же было хорошо, ну, это же всего лишь борщ, это же мой любимый борщ, да ненавижу я это делать, ну, завтрак я серверую, я обожаю. Яички там, абокадо, тосты, дела, вот это все, это я люблю, и вот так вот сидишь и думаешь, ну, как вот, ну, принято же, что женщина готовит, что она создает какой-то уют, ну, что мне делать, ну, я ненавижу готовить. Короче, ну, вы поняли, что я имела в виду, да, то есть здесь такая история, я вот реально вот смотрю на этих девчонок, вот этих вот инстагуру, да, жена Тимати, она даже женой-то не была, да, у Настя Решетова, Алена Шишкова была, я не помню. Вот, кстати, я вам уже говорила, что Алена Шишкова мне нравится, почему? Потому что в ней очень мало вот этого искусственного, в плане того, что она там не сделана, а в плане того, что она признает, мне плохо, я себя плохо чувствую, я больна, мне еще что-то, она никого не корчит, да, я вот такая тихая, не люблю тусовки, у меня нет вот каких-то эмоций, я выгорела, она честна. Потому что людям очень страшно себе разрешать. Наглость почему привлекает? Наглость возмущает и привлекает, потому что в большинстве случаев люди себе не могут разрешить очень многие вещи. Ну, не могут, понимаете, они не могут пойти поесть на завтрак пельмени, ну, образно, потому что, ну, это не принято, так нельзя, надо утром есть что-то другое. Кто сказал? Короче, друзья мои, сложно. Значит, мы сегодня будем говорить с вами про очень интересную ноту ириса, корень ириса, я здесь все скомпоновала, немного получилось ароматов, я эту ноту люблю, но не везде жалую, потому что бывает ретро, помада, затхлая. Нужно искать свой идеальный ирис, и, конечно же, у меня сегодня будет топ-6 ароматов на тему лучшего ириса для меня, для меня. А вы мне напишите в комментариях ваши любимые ирисы. Также напоминаю, что все ароматы, про которые мы сегодня будем говорить, вы сможете приобрести на сайте интернет-магазина косметики и парфюмерии randavu.ru, используя мой специальный промокод, который даст вам дополнительную скидку 10% при покупке от 2,5 тысяч рублей. Также на сайте randavu продается мой фирменный аромбокс «Богатая жизнь» by Kristen Wolf. Значит, друзья мои, что еще я хотела сказать вам про рандаву. Во-первых, рандаву, ну, это просто мои крошули. Во-первых, у меня, конечно, на рандаву еще есть дополнительная скидка. Ну, потому что я там постоянно заказываю, то есть там есть промокод и еще ваша специальная скидка, вот что мне нравится. Я все время сижу такая, думаю, надо меня, конечно, спасать, потому что там очень большие заказы, я не знаю, что делать, понимаете. Они мои крошули, у них, во-первых, всегда все новое, все, что я хочу, я вот прям в корзину кидаю, быстренько заказала. Нравится, я могу там для волос что-то заказать. У меня, кстати, в корзине вот лежит утюжок от Бальман, 50 тысяч рублей. Почему бы и да? Он такой красивый, я почему его положила, потому что, ну, классно. И для волос, и косметика есть, шик там представлен, я там часто заказываю, бронзеры мои любимые. Ну, а сагара нет моего, ну, такой щепский немножко, ну, других. Так что, пожалуйста, помимо духов, можете еще заказать там кучу косметики для волос и очень классные бренды. И Ори Б есть, и все, что хотите. Вы поизучайте там до волос. Я просто люблю все новое пробовать. Поэтому это как-то так. Ну, давайте начнем про лучший ирис, да. Ну, это ирисы добавляются в ароматы, чтобы сделать их сглаженными, мягкими, добавить уходовой направленности, косметической, да. То, что дает нам вот это ощущение чистоты. Но если это правильный ирис, потому что бывает, ну, он безобразно выполнен. Ну, ну, какой-то вот очень неприятный. Масло ириса, это такая штука, кстати, очень дорогая. Три года, извините, дистиллят из цветков настаивается. Это, извините. То есть, это издержки производства очень дорогие. Так же, как и издержки производства Уда. Поэтому ирис, нота, в принципе, очень дорогая. Если она присутствует в ароматах, считайте, что у вас, ну, там кусочек золота, ну, точно лежит. Видите, пишут, что в настоящее время используется много где искусственные версии ириса. Называется Ironness. Это вот, ну, химическая, короче, добавка. Это вот, скорее всего, в люкс добавляется. Дорогие ароматы, конечно, я думаю, добавляют именно вытяжку из дистиллята, которые, да, настаиваются, но, опять же, не факт, не факт. Мы не знаем. Если это очень дорого, то, блин, извините, это в какой-нибудь радже, только в водичи, да. Ну, давайте начнем с первого аромата. Флакон, которого у меня есть в руках. И это наясе химн а-ля-мур. Гимн любви. Я в нем хожу сегодня уже целый день. Кстати, я не обновлялась после душа. Мне очень нравится ароматизировать им весь гардероб, вещи. И утром. Это альдегиды, это гелиотроп, это легкая цветочность, сладость, великолепный порошковый подтон. Там прям порошочек, чистый очень аромат. Очень притягательный, очень нежный, женственный, шлейфовый. Ему нужно время настояться. Единственный большой-большой-большой минус в этом аромате – это его расход. То есть вот это, ну, извините, у меня здесь коллекция с собой была на Бали, и сейчас, ну, флаконов 20, которыми я тоже поливалась. На Ясе я не так уж часто пользовалась. Но расход сумасшедший. Вот этот пульвик, он распыляется просто катастрофически. Ну, извините, по 20 раз вот этого душицы, я как бы, извините, да, тоже можно понять, почему. Но я совершенно ни о чем не жалею, потому что быстрее закончится, быстрее закажем новый. О, Господи. Ну, классный, классный аромат. Такой вот эти альдегиды, они здесь дают очень классную ноту порошковости. Он немножечко озоновый, и в нем есть вот эта качественная пудровость ириса, которая сладенькая здесь. То, что цветочками все это исправили вот так вот рядышком. Очень классный аромат. Я его очень хвалю. Но, опять же, если вы считаете, что он нестойкий, пусть постоит, подышит. И вы тогда будете его слышать. Также можно наносить аромат на одежду, что будет пролонгировать его звучание. Все, больше флаконов не будет. Мне трудно опять написал. Рассуждают про флаконы, не имей флаконы. Идите в жопу. Это те люди тупые, которые мне... Вы тупицы, понимаете? Нет, давайте я буду себе аромат говна покупать в коллекцию. Лишь бы вам угодить, что у меня есть флакон. Я не буду этого делать. Но обзор я обязана сделать. Но я буду покупать флаконы, только от которых я кайфую. Ну и, конечно, просто покупать их, потому что это моя привычка. Просто слепую, потом продавать, распевать. Как бы это нормально. Дальше, конечно же, мы возьмем бестселлер. Аромат, который просто раскупили, нигде нет. И не знаю, когда появится. Это Le Sœur de Nuit, Sestre Nuit, Call Me Iris. Боже, это произведение искусства. Это немножечко взяли Джипси Уотер от Байреда. Ну и, конечно, добавили своего фирменного штриха. Потому что аромат просто шикарный. Он пудровый, он цитрусовый, он, например, сладкий, он манкий. Он тоже хочет постоять, подышать. И тогда вы будете слышать его от себя целый день. Очень красивая, освежающая нота вот этого пихтового бальзама. Там, если в Байреде Джипси Уотер это иглы сосны, то здесь пихтовый бальзам. То есть они немножко перекликаются по своему звучанию. Но Call Me Iris намного красивее. Намного более стойкий. Намного более округлый. Здесь идеальная нота ириса. Ну просто идеальная, понимаете? Что вы нота читаете? Мы сами можем. Да, розовый перец. Я права. Я молодец. Есть здесь пряность этого розового перца. И задорность вот этих вот цитрусов в виде лимона и бергамота. Классный. И легкая пряность кориандра. Вообще бесподобный аромат. Еще и ваниль. Просто бесподобнейший. Который влюбляет просто всех поголовно. То есть вот этот бестселлер прям у них вообще. Вот это тоже аромат. Где мне его найти? Вот кто мне скажет, где он продается? Где мне его найти? Это аромат от Maison Crivelli. Ирис Малихан. Но это вообще один из самых лучших ароматов в этой линейке. У данного бренда. Потому что он очень красивый. Это идеальный ирис. Он здесь справлен тоже розовым перцем. Ментоловостью корицей. И сочность здесь черной смородины есть. И кипарис положили с мимозой. И чуть-чуть амбры. Кожа, ваниль. Все просто идеально в этом аромате. Ни помады, ни ретровости, ни пыли, ни затклости. Ничего. Просто идеалити. Ну просто. Понимаете? О, с чем-то его сравнивают. С итальянской кожей. Нет. Не было там ботвы такой. Нет. Он заслащивается очень красиво. Потому что вот это вот здесь мистиковое дерево и ваниль. Ну великолепно. Легкая такая, как будто бы лактонность есть. Хотя он как бы и фужерный. Жирный, понимаете? Но он заслащивается. Он такой вот взбитый. Я его летом пробовала. Обалденный аромат. Просто я его не могу забыть. Кстати. Надо посмотреть. Есть ли он у меня у поставщиков. Потому что, ну, на рандеву нету. В рандеву привезите мой Ирис Малихан. Забыть не могу. Вообще обожаю. Нашла тут, значит, магазин селегативной парфюмерии возле своего дома. До сих пор не сходила. Это вообще, конечно, нонсенс. Просто нонсенс. Дальше, конечно, мы возьмем аромат, который вышел в том году. Это Пенхариганс Мистер Томпсон. Это тоже очень красивый аромат на тему ванильной пудры. Очень мягкий, очень шлейфовый, тонкий. Да, я не могу сказать, что он какой-то, ну, просто, ну, мяго, выразительный. Что-то невероятное. Но он настолько красиво скроен и понятно. Ничего отталкивающего в нем нет. Ничего такого и пронзительного. Очень-очень гладкий, очень сладкий. Очень деликатная вот эта пудра здесь. Ну, великолепная. Вообще, почему это слон? Почему слона сделали? Вот вопрос. Почему слон? Здесь вроде, как бы, понимаете, лаванда есть и черный перец герани. То есть он такой. Вначале стартует немножечко, как будто бы, мужским таким направлением. Но потом, ну, безумно. Еще кунжут. Понимаете, здесь нота кунжута, она дает еще и лактомность. Очень красивый аромат. У Пенхаллиганс один из моих самых любимых. То есть первый это Констанция, второй Константинополь, карамель хвоя. И третий это Мистер Томпсон. Это вот три моих самых-самых таких любимых ароматов, которые прям выделяю из этой марки. Дальше мы возьмем, конечно же, Ксирджов Шум Коин. Я этот аромат, честно, вначале думала, что он совершенно нестойкий. Нет. Он сидит в этой легкой вуале, у которой преследуют хвостом вас в течение дня. Он пудровый, он ванильный, цветок вишни. Очень красиво здесь есть. Да, цветок вишни. Пудровые ноты положили. Сандал с корнем ирису. То есть здесь достаточно пудры. И такой пудр взбитый, понимаете, очень красивый аромат. Один тоже из самых лучших у Ксирджов на тему пудры. Здесь нету мускуса, который любят итальянцы добавлять. Такого пронзительного немножечко с саниночкой такой. Ну, жесткий. Мускус итальянский, он все-таки такой пронзительный. Пронзительный, мне же не скажешь. Не знаю, кто тут здесь вот пишет, что и какой-то паста для этого, ну, не знаю. Для меня это сливочный такой нежный аромат. Очень классный. На мне офигенно раскрылся, тестировала его. Кстати, летом, летом, ле-та, ле-та, ле-та-ра-та-ра-та-ра. Слушайте, обычно я, конечно, по 8 ароматов вам делаю. Но я не хочу делать, вы знаете, абы что? Абы вот 8 ароматов, чтобы только было 8. Нет, давайте 6 классных, которые я люблю на тему ириса. Это, конечно же, Степана Берлука, Пантея. Очень похвалю, который воплощение для меня с женщиной такой ухоженной, красивой, чистой, холеной. Потому что здесь есть легкая кислинка цитрусовная, сладкая, потому что танжерин, он не такой уж и кислый. Потом ирис, жасмин, фиалка. Фиалка здесь очень аккуратная. И база, и табачок, и сандал. Вроде как не ждешь какой-то сладости, но все равно присутствует вот в этой пудричке какая-то сладость. Очень манкий, очень шлейфовый. Только, пожалуйста, не берите Пантея ирис, которая там, ну прям, ну вообще, там ретро я слышу в Пантея ирис. Здесь нет. Но нужно отдать дань тому, что все-таки здесь есть фиалка. То есть предыдущих ароматов ее все-таки я не видела. Хотя бы наясе, может быть, она даже положена, но не ощущается, да? Это очень красивый аромат. Вот, ну все, да, все, у нас сегодня все красивое. Просто обосраться. Ну, мы сейчас возьмем что-нибудь из пакета, а сейчас достану что-нибудь новенькое, о чем мы должны с вами поговорить. Должны, мы должны с вами еще о чем-то поговорить сегодня. Мне мало, понимаете? Пантея супер, ирис мне не понравилось. Ну, там вот слишком вот эта помадность есть, я такое не люблю. То есть, ну, ирисовые ароматы, ну что? Здесь все равно она сладенькая. Но не такая сладкая, как, допустим, там, мистер Томпсон. Здесь ванили не положили. Но все-таки в ней есть такая пряность от бобов тонка. Сладость сандала. Есть, есть. Но есть она, понимаете? То есть сказать, что этот аромат не сладкий, а просто такая холодная пудра, как серджов Аполлония. Я про нее почему не буду с ним говорить? Ну, потому что он очень специфический аромат. Если пару слов, да, напомнить вам, о чем вообще Аполлония. Это очень холодная такая лунная пудра. Это очень меланхоличный аромат. Там белые цветы, пожили, такой мускус чувствуется вообще фирменный. От серджов немножечко амбры. Очень красивый такой животный где-то аромат. На мне он не раскрывается так, как должен. Но, допустим, на квасине это идеальная пудра. Она на тему ухода, такая вторая кожа. Да, она холодная, да, она меланхоличная. Но на его коже она просто идеально наслаивается. Ну, конечно, я всегда его включу, потому что сложно этот аромат пройти. Сложно мимо этого аромата пройти, потому что это прям феноменальная холодная пудра. Взяли кусок вот этой вот лунной земли, раскрошили ее и положили вот в этот аромат. Понимаете? Ну и добавили еще воду из белых цветов, вытяжку, застилят. Это очень красиво, оно должно сесть. Если у вас быстро сгорает кожа, которая вообще не загорает, вот как у квасина, он идеально сянет. Он вначале сказал фук, шарель-нуа, потом ой, я пизжу, потому что на нем прям он как будто бы раскрылся так, как должен. Знаете, когда бутон раскрывается во всей своей красоте, вот это происходит с ароматом Аполлония, если он находит свою кожу. На мне это такой нераскрывшийся бутон. Бывают такие цветы, которые, ну, к сожалению, не раскрываются. То есть как были, так и есть. На мне это происходит. Но он очень красивый, он очень необычный, он очень самобытный, он реально космический. Он где-то тоже мертвая материя, которая может оживиться за счет правильного соединения химических элементов. И этот химический элемент, то есть как пятый элемент, понимаете, этот аромат можно назвать пятый элемент. Пятый элемент – это химия вашей кожи, которая может этот аромат раскрыть так, как нужно. И тогда случится чудо и волшебство. Меланхолия превратится в такую легкую, приятную, добрую грусть. Вот так вот я расскажу про этот аромат. Великолепный. Мы не будем говорить про Сантал 33, там тоже идеально, вообще-то, ну, это корни ириса. Но, опять же, аромат, ну, все-таки, он же, ну, реально, раз солит, это ничего не сделаешь. Ну, и Нуа тоже не буду брать, потому что он, да, хоть и пудровый, и древесно-фушерный, ну, можно его тоже рассмотреть. Ну, нет, ладно, все, это вот начинается вот обо всем. Все, мои дорогие, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать мои гениальные видео, все ссылки на соцсети. Специальный промокод на рандеву я прикрепляю в описании к данному ролику. Ну, а так, это все. Всем пока, пишите в комментариях ваши любимые ирисовые ароматы. Ароматы на тему ириса.